В полдень дня России на центральной площади Читы открылась массовая программа фестиваля «Люди и солнце». Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем вас с Днём России и приветствуем на региональном фестивале «Люди и солнце» в рамках национального проекта «Культура». Добрый день, Забайкалье! Добрый день, Чита! С праздником! Дорогие друзья, каждый из нас любит свою родину, любит нашу родину, любит наш прекрасный солнечный Забайкальский край. Каждый из нас достоин уважения, заботы и любви. Каждый из нас хочет что-то сделать для развития родной улицы, села, города Забайкальского края. Я хочу, чтобы любовь к родному краю, к родным населённым пунктам, к людям, которые вас окружают, переполняла вас, чтобы она всё покрывала, чтобы благодаря ей всегда люди вокруг вас радовались. В этот день были вручены заслуженные награды. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени получили Андрей Булатов, машинист-экскаватора, Владимир Соколов, инженер, Алексей Стрельцов, машинист буровой установки. Благодарственным письмом президента России награждён Алексей Абрамов, водитель скорой помощи. Десять юных забайкальцев получили свой первый паспорт из рук главы региона. По всей площади развернулись гостевые стилизованные площадки. Презентация русской культуры Забайкалья под названием «Ярила», что означает «Солнце». Ты помнишь, что таким штабом может носить только казак? Прочие люди не имеют подобного права. Помним славу Забайкальцев, своим дедов и отцом, своих дедов и отцом, Забайкальцев молодцом! Обряд посвящения в казаки пришёл к нам с Доной и был адаптирован под Забайкальское казачье войско. Мы взяли обряд первых штанов. Это когда маленького казака, когда ему исполнялось пять лет, посвящали в казаки. Ему дарили первые казачьи штаны, после которых он считался уже членом казачьего войска. Плюс он должен был проехать на боевом коне по двору, и тогда он уже вступал в ряды окончательно. Вот с пяти лет он уже с девочками не играл, он уже занимался воинскими премудростями. Вот нам показался этот обряд очень интересный. Другой обряд сборов невесты под венец пришёл из культуры семейских. Ценно то, что артисты исполняют оригинальные, пришедшие к нам из глубины времён песни. И пусть сегодня, раз певы несколько укорочены, они живут и культура сохраняется. Гляньте-ка, какую красавицу-то мы отдаём! Пева и лицом-то она красавица! И фигура-то статная, и того-то умница, а делать-то ещё умнее этого. И вяжет, и шпёт, и вышивает. Ну, поскольку культура семейских уникальна, там свои требования к обряду. Мы сегодня покажем кусочек сбора невесты под венец. Приходилось что-то не за любимого, уходила замуж, как договорятся родители. Она плачет, она не хочет, у неё голошение. Но, тем не менее, матушки, тётушки собирают её, поют песни. Она под эти песни плачет, рыдает. А куда деваться-то? Она всё равно потом выйдет замуж. Все районы постарались воспроизвести фрагменты традиционных исп. Накрыли столы в соответствии с местной культурой. Для людей этот праздник, особенно для районов, это просто отдушина. Люди настолько накопили много интересного, много нового, много доброго, готового показать всем нашим забайкальцам, чем богата наша земля. День России, он в принципе такой праздник специфический, когда мы говорим о нашей дружбе, о красоте родной земли. Это праздник про людей, про красоту и про солнце. Коллектив из посёлка Заречный Нерчинского района подготовил историческую сказку. После просмотра дома было принято решение отправить коллектив на большую сцену. Мы приехали со своей авторской танцевальной сказкой «Айни» про тунгусскую девушку. Первый раз мы на сцене такой большой выступаем, так как на Нерче раньше жили тунгусы. Это действительно такая история. И вот именно захотелось именно Нерчу, откуда она взялась. И вот эта девушка, она превращается в Нерчу. Муниципальный ансамбль «Кудёс» из Красночакойского района такие фестивали воспринимает как обмен опытом и возможность зарядиться для дальнейшего творческого развития. Хорошая атмосфера, праздничная, солнечная. Привезли мы всего понемножку, то есть немножко фольклора привезли, аутентичную песню. В данном случае сейчас поют они уже как бы такую стилизованную. Нашему коллективу уже 17 лет, поем песни разных регионов областей России. Сейчас начали немножко изучать свою родную культуру. Только касаемся, пока делаем первые неумелые шаги, можно так сказать. Очень нравится. Очень понравилось и желаю, чтобы в дальнейшем почаще такие мероприятия проводились. Я люблю самобыт, что там вот песни, пляски, национальные все одеяния, костюмы национальные. Это как бы показывает культуру нашей области. У нас же очень много национальностей проживает. И каждая национальность в своих одеяниях. Организаторы фестиваля предусмотрели бальную систему оценивания конкурсантов. Учитывается и выступление, и оформление презентации районов, и много других факторов. Главная традиционная культура Забайкалья продолжает жить и у новых поколений.